Библейский портал экзегет.ру представляет Затем Иисус стал обходить города и селения. Он проповедовал и возвещал Евангелие Царства Божьего. С ним были 12 учеников и некоторые женщины. Вот Лука еще особое внимание обращает на женщин, которых он избавил от злых духов и недугов. Марии по прозванию Магдалина, из нее он изгнал семь бесов. Интересно, что в церковной традиции Мария отождествляется с той самой женщиной, которая в конце прошлой главы помазала Иисусу ноги благовонным маслом. Но у Луки этого нет. Иоанна, жена Хуза, который был управителем во дворе Ирода. То есть, смотрите, из самой верхушки. Это его завхоз, царя Ирода. Это Ирод Антипа, конечно, а не Ирод Великий. Его сын и преемник. Сусанна, ничего о ней не знаем, и многие другие. Они заботились об Иисусе учениках, тратя собственные средства. Тоже такая неожиданная для, может быть, других евангелистов ремарка. Значит, им что-то надо было кушать, во что-то надо было одеваться. Вот у них там напряженная духовная жизнь. А кто их обстировал? Кто им подавал? Вот они, эти женщины. И их надо отдельно упомянуть. И вот собралась большая толпа. Люди пришли к Иисусу из разных городов, из всех селений. А он рассказывал им притчу. Вышел сеятель сеять зерна. И когда он сеял, одно зерно упало при дороге. Его растоптали. Налетели птицы небесные, склевали его. Другое зерно упало на камень. Росток засох, ему не хватило влаги. Еще одно зерно упало среди сорняков. Сорняки выросли и задушили росток. Одно зерно попало в хорошую почву и принесло стократный урожай. И воскликнуло, у кого есть уши, пусть услышит. Странно, да? Причем если уши услышат? Очень простая притча. Но понятно, что зерно это что-то такое, что брошено и должно принести плод. Какое принесет, какое не принесет. В принципе, это об очень многих вещах, можно так сказать. Ученики стали спрашивать, что означает эта притча. Он сказал, вам доверено Таинство Царства Божьей. Впрочем, говорится только в притчах. Смотрят, да не видят, слушают, да не поймут. Зачем рассказывать притчи тем, кто их не понимает? Ну, говорить на китайском языке было ли ему нужно, если люди китайского не знают? Но притча-то не китайская. Притча-то история, которую, в принципе, люди понять могут на уровне, по крайней мере, слов, грамматической конструкции. Но подлинный глубинный смысл, да, они понимают не сразу. И, может быть, это и хорошо, что они понимают не сразу, что в них это понимание прорастает как зерно. То есть, само зерно подобно притче. Но с учениками приходится вытягивать это зерно, что называется, побыстрее, из семечка до кулоса. Смотрят, да не видят, слушают, да не поймут. То есть, это, конечно, какое-то осуждение этих людей некоторое, но одновременно это показ трагичности ситуации. То есть, если бы вы выслушали, если бы вы вникли в то, что я говорю, все было бы немножко иначе. Так вот, а смысл притчи такого? Семя – это слово Божие. Зерно, что при дороге – это когда люди его слышат, но приходит дьявол и похищает слово из их сердец, чтобы они не уверовали и не спаслись. А зерно на камне – это когда они слышат слово и тотчас радостно его принимают, но слово не пускает в них корни, они верят лишь на время, а в час искушения отпадают. А зерно, что попали в сорняки – это когда они услышали слово, но заботы о богатстве и житейских удовольствиях его душат, так что колос не созревает. А зерно в хорошей почве – это когда они услышали слово и хранят его в чистом и добром сердце, терпеливо дожидаясь урожая. Вот слово-то понятно, что падает в человеческое сердце. Вопрос, как оно этим сердцем будет принято, что оно найдет в этом сердце. И тут же он говорит как бы на совершенно другую тему. Никто не накрывает зажженный светильник сосудом и не ставит его под кровать. Светильник ставит на подсвечник, чтобы все, кто войдет в дом, увидели свет. Не бывает, чтобы тайна не стала однажды явным, чтобы сокрытое не сделалось известно и не вышло на свет. Так что смотрите, насколько вы внимательны. У кого есть, тому и будет дано, у кого нет, у того будет отнято, что он якобы имеет. Нет, какая связь. Про Зернов все понятно. Вот слово попадает в человеческую душу и прорастает, либо не прорастает там, либо прорастает, но погибает по тем или иным причинам. А светильник, а вот ваша душа тот самый светильник. И поэтому вот если уж говорить о простых людях, допустим, они чего-то не поняли, не приняли и так далее. Но вы, апостолы, вы тот самый светильник, на который смотрят все остальные. Что вы являете миру? И поэтому смотрите, как вы слушаете. Буквально так и сказано. Ваша задача – светить. И вот к Иисусу пришли его мать и братья. Насчет братьев, конечно, возникает вопрос, кто они были, потому что в православной католической традиции, естественно, Мария остается девой после рождения Иисуса. У протестантов обычно другая точка зрения. Но слово «братья» можно толковать достаточно широко, как двоюродные братья или близкие родственники. Ну, то есть пришла его непосредственная семья к нему. Они не могли к нему подойти из-за толпы. Ему сообщили, твоя матерь и братья там, поодаль, хотят тебя видеть. Он ответил этим людям. «Матерь мои и братья мои – те, кто слушают Слово Божие и исполняют его». Так, грубовато, да, по отношению к собственной матери. Но, мне кажется, здесь скорее наоборот. Здесь не его отказ заботиться или, по крайней мере, замечать даже членов своей непосредственной семьи о том, что в эту семью входят все, кто слушает Слово Божие и исполняет его, а не только те, кто связан кровным родством, что семья – это больше, чем это. В один из тех дней он вошел в лодку вместе с учениками и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». Ну, идет речь, конечно, про Геницарецкое озеро. И они отплыли. А пока они плыли, Иисус уснул. И на озеро налетела буря, вода заливала лодку, им грозила опасность. Ученики подошли к Иисусу и разбудили его наставник. Наставник, мы гибнем. Такой тоже странный сон. Спать в лодке, которая бурей просто носится по волнам, наверное, невозможно. Я понимаю, что в стиль можно прикорнуть. Какая-то большая лодка нашла свободное место, прилег и заснул, но в шторм. Вот человек ради субботы или субботы ради человека. Человек ради бури или буря послушна человеку. Не человек ради бури. Человек спит, если хочет. Он поднялся и приказал ветру и бурлящей воде утихнуть. Все успокоилось, настала тишина. А им Иисус сказал, «Где же ваша вера?» В страхе и изумлении ученики говорили друг другу, «Да кто же он такой, что повелевает ветрами и водами, а те повинуются ему?» Зачем эта сцена здесь? Она не только у Луки описана. Вероятно, показать, что весь мир подчиняется Иисусу. У нас много говорится об исцелениях, об изгнаниях бесов. Это ради блага людей. А здесь тоже ради блага людей. Просто это какая-то другая уже сила природная. И, кстати, Геницарецкое озеро, оно действительно подвержено таким быстрым бурям, потому что рельеф местности, оно среди горы, достаточно широкая водная поверхность, которая может легко, особенно когда меняется направление ветра, вот этот бриз со стороны моря, который бывает со стороны моря вечером, наоборот, утром, он может принимать над этим озером действительно такую очень бурную форму. Так они переправились к Герасинскому округу. Герасы – это город к востоку от Галилейского озера. И в некоторых рукописях мы читаем Гадара вместо Герасы. Но это не очень принципиально. Это такие языческие города. Они входили в союз под названием Десятиградия, были эллинистическими. То есть там жили не евреи, а разные другие народы. Что находится как раз напротив Галилея. Когда он сошел на землю, встретился ему человек из этого города. Он был одержим бесом, уже довольно давно не носил одежды и жил не в доме, а в гробницах. Гробницы – это, конечно, такие пещеры в мягком камне, песчаники, где действительно можно было жить. Он увидел Иисуса, завопил, бросился пред Ним на землю с громким криком. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Вышнего Бога? Молю тебя, не мучай меня». Странно, бесы исповедуют веру в Иисуса здесь прямо вот очень откровенно. Ну, вот есть такая здесь тема, что духовные существа видятся сразу, а людям нужна догадка, людям нужно время, чтобы это осознать. Ну, понятно, что мы на стороне людей, а не бесов при всем том, да? Но, тем не менее, свидетельство бесов, оно тоже в каком-то смысле важно. Его нельзя принимать как свидетельство надежных свидетелей, но как некий признак власти, вот как он бурей повелевает, а она повинуется, с бесами что-то похожее. «Ведь Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека. Тот дух уже долгое время обладал этим человеком, его сковули цепями по рукам и ногам, чтобы удержать, но он разрывал путы, и дух гнал его в безлюдные места». Такая степень слияния, где даже вот по тексту не очень понятно, где он имеется в виду дух, где человек. Мы понимаем, что физически это был человек, бесплотное существо, да? Но, тем не менее, описывается действие человека как действие беса, который полностью контролирует очевидное его сознание. «Иисус спросил его имя, а тот ответил легион». «Легион» — это главная воинская часть в римской армии, основная от тысячи до десяти тысяч воинов. Ведь в этого человека вошло множество бесов. Они стали упрашивать Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. То есть, очевидно, изгнание предполагало какой-то вот их уход в бездну, место, где им совершенно не хочется быть. «Неподалеку как раз паслось немалое стадо свиней, и вот духи упросили Иисуса позволить им войти в тех свиней, и он позволил». А свиньи заодно нечистые животные, то есть такая очень связь логичная, да? Вот бесы, мучающие человека, а свиньи, живущие в святой земле, где их не должно быть. Две проблемы одним ударом решаются. «И вот бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и все стадо ринулось с обрыва в озеро и утонуло. Те, кто пас стадо, увидев, что случилось, убежали и рассказали об этом в городе и окрестностях». Интересно, что емкость человека гораздо выше, чем емкость свиньи в отношении бесов. То есть, огромное стадо – это бесы, живущие только в одном человеке. Понятно, что такая арифметика как-то странно звучит, но тем не менее она тут есть. Люди пришли посмотреть, что произошло. Ну, как всегда они приходят, да, некое дивное событие. Они пришли к Иисусу, обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетым и в здравом уме, но к Иисусу испугались. Очевидцы им возвестили, как был спасен одержимый, и все это множество жителей Герасимской округи просило Иисуса их покинуть. Настолько великий страх их охватил. Произошло чудо, но, смотрите, люди лишились своего стада свиней. Да, а вдруг он дальше там овечек наших погубит, или там коровок, или кого-нибудь еще. Лучше подальше от этого держаться. Вот смотрите, насколько разной может быть реакция на чудо. Можно сказать, что чудо, когда исцеляют кого-то, оно притягательное. Люди хотят, чтобы это с ними произошло. Чудо, когда губит их стадо, оно, наоборот, отталкивающее. Люди не хотят, чтобы это с ними произошло. Но все равно встает вопрос, вот как ты отнесешься к тому, что рядом с тобой. Либо, выйди от меня, я человек грешный, как говорит Симон, будущий Петр, Иисусу. Но, с другой стороны, конечно же, он потом принимает непосредственно участие в этом служении Иисуса, как его апостол, причем из числа самых первых. А с другой стороны, вот вариант, уходи от нас, потому что... Ну, потому что лучше бы, вот, нам наши стада не портить. А человек, из которого вышли бесы, просил позволения остаться с Иисусом. Но тот не позволил, а сказал так. Отправляйся домой и расскажи, что сделал тебе Бог. Зачем? Вот у этих людей явно как-то нет доверия к Богу, явно нет желания как-то заниматься чем-то, кроме свиноводства, и каких-то прочих своих дел. И свидетельство об исцелении, конечно, может их изменить в этом смысле. Когда Иисус вернулся, его встретила толпа, так все его ждали. Тогда к нему подошел человек по имени Яир, он был начальником синагоги, ну, то есть руководил местной общиной, пал к ногам Иисуса и просил прийти к нему домой, потому что у него была единственная дочь с 12 лет, и вот она умирала. Иисус пошел к нему, а со всех сторон его осаждала толпа. Она очень понятная сцена. И была там одна женщина, она страдала кровотечением лет 20 и потратила все, что у нее было, на врачей, но никакого исцеления ни от кого так и не получила. И вот она подошла сзади и прикоснулась сзади к краю его плаща, и кровотечение тотчас прикрасилось. Почему она это сделала тайно? Вероятно, потому что кровотечение вагинальное, но дело ее нечистой. И она не должна была прикасаться вообще никому из людей, и должна была, представляете, долгие-долгие годы, 20 лет, она нечиста, то есть она вообще не может с людьми общаться нормально. Не то, что семья там у нее отсутствует, но друзей у нее нету там, с подругами она не может как-то поболтать, обняться. И, конечно, она понимает неудобства этой ситуации, она не должна прикасаться, но хочет и чувствует в этом свой шанс на спасение. Прикоснулась сзади к краю его плаща, и кровотечение тотчас прекратилось. Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне? Нигде больше не спрашивать таких вещей. Хотя толпа теснит, и наверняка многие касались его, и наверняка многие хотели исцеления. Говорилось же уже это, они стремились к нему прикоснуться. Но вот здесь какое-то особое прикосновение, последний шанс в жизни, да? Какое-то особое чувство у нее. Никто не признавался, а Петр ему сказал, наставник, на тебя же со всех сторон напирает толпа. Ну, кто к тебе прикоснулся? Ну, сотни людей к тебе прикоснулись, что ты спрашиваешь? Иисус ответил, кто-то ко мне прикоснулся, и я почувствовал действие силы, что исходит от меня. Смотрите, можно прикоснуться просто так, в давке, да? Даже с верой. С некоторой. С верой в то, что этот человек, он творит чудеса, что это здорово, полезно для здоровичка, для успеха в жизни, для того, чтобы девушки любили и так далее. Прикоснуться к нему. Амулет такой, талисман. А можно прикоснуться как к последнему прибежищу, как вот к тому, без чего дальше жить невозможно. И тогда он это чувствует. А все эти преискосновения, это не в счет, это вот в метро, да, все ко всем прикасаются, никто ни на кого никакого внимания. Женщина поняла, что ей не удалось все это скрыть. Стрепетом подошла Павла к его ногам и прямо пред всем народом рассказала, почему прикоснулась к нему и как сразу же исцелилась. Иисус сказал ей, мог напомнить о законе Моисеевым, есть запрет, есть утверждение, что женщины нечистали, и вид 15 глава. Но он сказал ей, дочь, вера твоя тебя спасла, ступай с миром. Снова эти слова о вере, как о спасении. Можно сказать, я тебя спас по вере твоей, но вера, это уже мостик, который возникает между Богом и человеком, она уже спасительна сама по себе. Еще когда он с ней говорил, приходит человек из дома, начальника синагоги, и говорит, мол, дочь его умерла, ни к чему теперь беспокоить учителя. А Иисус, услышав эти слова, сказал, не бойся, только веруй, и она будет спасена. Судя по всему, Яир идет вместе с Иисусом, да, отец девочки. Конечно, когда ему говорят, дочь умерла, ни к чему беспокоить учителя, он, ну, нормальная реакция, это, наверное, плакивать ее, рыдать, там, всячески переживать, но он верит, верит словам Иисуса. Не бойся только веру, она будет спасена. Когда он вшел в дом, то не взял с собой никого, кроме Петра, Иоанна, Якова, еще отца, матери, ребенка. То есть, смотрите, вот есть те люди, которые готовы принять чудо. Есть массовка, есть толпа, которая не готова. Все плакали и рыдали о девочке, а Иисус сказал, что вы плачете, она не умерла, уснула. Ну, знаете, такой естественный обман для близкого человека, когда умирает кто-то очень близкий, смерть еще не изменила лицо, да, то есть еще нету распада, тления, и выглядит, как будто человек действительно уснул, он просто вот очень глубоко спит, не дышит и, может быть, проснется сейчас. Но это близкие так понимают, а Иисус говорит слова, которые от человека, в общем-то, постороннего, он об этой девочке ничего не знал до недавних пор, не воспринимаются как вот его последняя надежда, а как какая-то глупость. Над ним стали насмехаться, понимая, что она умерла, словно смехаться, как будто над телом мертвого ребенка лишнее, но оно ставит в тексте. То есть, ну вот, знаете, бывает такое упоение горем. Девочка наша умерла, куда ты к нам лезешь, что ты понимаешь в этих делах? А он взял ее за руку и обратился к ней со словами. Вставай, дитя, то есть как будто она действительно спит, что-то не вовремя заснуло. К ней вернулось дыхание, она тотчас поднялась, а Иисус велел ее накормить. Ее родители были в изумлении, но он приказал им никому не рассказывать, что произошло. Обычная история, да, никому не рассказывать. Почему? Да потому что не нужен дешевый авторитет, не нужно вот это вот стремление увидеть чудо, стремление добиться каких-то успехов, перемен к лучшему. Слово он несет. А чудеса – это подтверждение этого слова. А иногда вот даже вынужденное что-то. Ведь смотрите, женщина прикоснулась, вообще ничего не говоря, исцелилась. Пришел человек, говорит, у меня дочь единственная умирает. А Иисус должен был что сказать? А, мне некогда. Я проповедую Царство Божие. Естественно, он на это реагирует, да. То есть, Царство, оно в том, что жизнь побеждает смерть. И это как бы в глобальном масштабе. Но вот здесь и сейчас, да, вот здесь и сейчас есть одна маленькая смерть, которая ничего не меняет в этом мире, да, потому что дети умирали до того, будут умирать после. Иногда тяжело умирают, иногда не вовремя умирают. Но всегда не вовремя умирают дети. А иногда умирают от каких-то страшных событий, которые устроены другими взрослыми людьми. И это все не изменилось. Зачем воскрешать одну какую-то девчонку, которая, может быть, ничем не отличалась от тысяч других детей, умерших в этот же день на планете Земля. Вот просто Иисус был там и тогда. И поэтому она воскресла. А другие нет. Вот там, где он, там эта жизнь. Мне кажется, этот рассказ прежде всего об этом. Но чудеса еще не окончены. Как и разговоры о вере в 9-й продолжатся. Субтитры создавал DimaTorzok